Голодающим дольщикам Новоморосина пообещали решить их проблемы в будущем году. История длится уже 4 года. Люди не могут дождаться квартир. 1 декабря они объявили голодовку. Среди обманутых дольщиков оказалась и мэрия Новосибирска. Тем временем единственная построенная многоэтажка разваливается, а руководитель компании-застройщика, по данным следствия, живет в Москве. Александр Сульдин с подробностями. Здравствуйте. Вагончик на окраине города. Газовая печка, чайник, голодовка. Посмотрите, как на фронте. Люди живут как на фронте. Чай с сахаром самое питательное, что потребляла Наталья Амрахова за сутки. 4 года назад купила студию, чтобы съехать от детей. Отдала последние сбережения, поверила рекламе. Очень красивая картинка была, что лебеди чуть ли не будут плавать на лодках. Зона отдыха, парк отдыха. Это все я слышала лично. Ни зоны отдыха, ни парка, ни самого дома. Свайное поле. Вон там мой дом. Шестой этаж. Таких покупателей квартир почти 800. Эту десятиэтажку собирались сдавать 4 года назад. Однако стройка остановилась. Прошлым летом компания «Доступное жилье» Новосибирск обанкротилась. Заложником этой ситуации и самым крупным обманутым дольщиком стала и мэрия Новосибирска. Вначале под казавшийся перспективным социальный проект выделили крупный участок земли для второй очереди Новомарусина. Потом здесь купили 131, 2- и 3-комнатных квартир для расселения жильцов аварийных бараков. В 2018 году пришлось подавать в суд на застройщика банкротный иск. Сейчас десятиэтажка, с которой связывали так много надежд, выглядит вот таким образом. То ли тряпка, то ли бумага, металлический каркас и утеплитель. Больше в стенах нет ничего. Достраивать эти дома нельзя. Здесь будет просто опасно. По словам дольщиков, их проблему собирались рассматривать и решать в этом году. В Москве организован специальный фонд, где есть средства для помощи тем, кто оплатил, но не получил жилье. Он бы помог. Однако нужно урегулировать проблему с земельным участком. У застройщика, доступное жилье Новосибирск, имеется открытая кредитная линия в промсвязь банки под залог земельного участка. Наличие такого обременения земельных участков не позволяет в настоящее время конкурсному управляющему начать процедуру межевания земельных участков с целью поэтапного принятия решений о достройке объектов незавершенного строительства. Из-за этого решение проблемы дольщиков Новомарусина перенесли на следующий год. Изменение сроков и стало толчком к голодовке. С ее участниками встретились прокурор Новосибирской области и руководитель регионального минстроя. Им ответили, голодающие вагончик не покинут. До конкретных решений. 8 декабря представители нескольких ведомств и московского фонда проведут с ними видеоконференцию. Тем временем в Новосибирске расследуют уголовное дело в отношении собственника компании «Доступное жилье Новосибирск» Вадима Варвянского. В будущем году его собираются передавать в суд. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok